Денис Вороненков Денис Вороненков Денис Вороненков Денис Вороненков Денис Вороненков современную необходимую лекарственную терапию. Я говорю о больных с хроническими заболеваниями. Различными средствами государственной поддержки в Российской Федерации охвачено порядка 20 миллионов человек в части льготного лекарственного обеспечения. Всего Российская Федерация тратит совокупно 160 миллиардов рублей на данные направления. Порядка 3,5 миллионов человек финансируется за счет средств федерального бюджета, 14,5 миллионов человек за счет средств региональных бюджетов и порядка 1,5 миллионов человек. Это больные ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, гепатитом. Это совместные полномочия фактически федеральных и региональных властей. Я не зря сказал, что потенциально могут 20 миллионов воспользоваться льготой, но в реальности, к сожалению, картина не такая. Начать хочу с федерального закона номер 178, всем известного закона. Дело в том, что несмотря на финансирование, у него в прошлом году 49 миллионов, потребность финансирования в два раза выше. Вы можете приехать в регион и убедиться, что те отчеты, которые Министерство здравоохранения регулярно предоставляет нам, о том, что все обеспечены, о том, что нет отсрочных рецептов на обеспечение, они на самом деле ложны. Просто сегодня сформирована система, когда проблема не замечается. Основная причина – это наша с вами ошибка, точнее ошибка наших предшественников 2004 года, когда людям позволили выходить из системы фактически страхования лекарственного обеспечения в виде монетизации. В результате сегодня только 20% осталось в системе льготного лекарственного обеспечения, 80% предпочли деньги. Система потеряла порядка 100 миллиардов рублей, дестабилизировалась и сегодня неэффективно. В итоге массовые нарушения прав граждан, тысячи предписаний контролирующих органов, исков в защиту прав граждан, затраты на обеспечение лекарств в много раз превышают утвержденный нами же здесь лимит. 807 рублей на этот год, я напомню, реально требуется в два раза больше. Это значит, что надо будет решать вопрос о выделении дополнительных целевых средств из федерального бюджета уже в этом году. Лекарственное обеспечение в рамках федеральной программы семи высокозатратных нозологий, вы знаете, есть такая программа, надо назвать, кстати, успехом и Государственной Думы, и, соответственно, правительства Российской Федерации. В той части, что подход с передачей на федеральный уровень этих заболеваний позволил, несмотря на рост на 15% числа больных этими заболеваниями, сократить расходы федерального бюджета за счет централизации закупок на полмиллиарда рублей за эти же два года. Региональные полномочия – это та болевая точка, с которой сталкиваемся мы. 890-е постановление всем известное. Я напомню, что в соответствии с этим постановлением на бесплатные лекарства сегодня имеют право дети до 3 лет, все дети до 3 лет в Российской Федерации, все дети до 6 лет в многодетных семьях, больные бронхиальной астмой, больные артериальной гипертензией и еще множеством заболеваний. Возможности региона в части финансирования своих расходных обязательств не позволяют большинству из них покрывать существующую потребность даже наполовину. Относительно удовлетворительной ситуации в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, в других республиках, областях и краях ситуация гораздо хуже. В некоторых лишь 15-17-20% обеспеченности от реальной потребности. А для того, чтобы региональное виртуальное право стало настоящим, опять же требуется выделение дополнительных финансовых средств, и это зависит от нас. Лекарственное обеспечение орфанных заболеваний – самая больная часть сегодня, самая болевая точка, что называется региональных бюджетов. Несмотря на небольшое количество этих больных, всего 14 тысяч по всей стране, следует признать ошибкой решение Государственной Думы и правительства Российской Федерации о передаче системы финансирования обеспечения лекарствами этой группы больных на региональный уровень. Дело в том, что для лечения некоторых орфанных заболеваний требуются лекарства стоимостью 20, 30 и даже 40 миллионов рублей на одного человека в год. Вдумайтесь в эту цифру. Регионы всего закладывают на весь регион по 60-80 миллионов рублей. И один человек съедает, я извиняюсь за выражение, практически половину регионального бюджета. Таких людей может быть несколько. Сложилась парадоксальная ситуация в некоторых регионах, например, в Пензенской области и Забайкальском крае, когда все лимиты, выделенные на этот год, уже съедены решениями судов за предыдущий год. Решения судов вынесены, больные должны быть обеспечены, и все лекарства, все средства, которые выделены в этом году, пойдут на обеспечение нескольких человек. Регионы на сегодня не справляются с возложенными на них полномочиями. Об этом вчера говорили практически все представители, приехавшие из всех регионов. При этом для многих из тех больных, о которых я говорю, получать бесплатное лекарство – это право на жизнь. Это не какое-то там виртуальное право на улучшение его качества, просто право на жизнь. Еще вчера они не могли жить, они погибали через несколько лет с момента заболевания. Сегодня они могут вполне нормально существовать практически в тех же пределах, как и нормальный человек. Но для этого требуются колоссальные средства. И опять же, повторяю, это наша ошибка 2011 года, когда орфанники были переданы на региональный уровень. Сегодня надо решать вопрос увеличения финансирования, с одной стороны, из регионального бюджета, либо второй вопрос о передаче наиболее затратных заболеваний, типа гемолитико-урумического синдрома, типа пароксизмальной ночной гемоглобинурии и остальных высокозатратных заболеваний на федеральный уровень в виде программы семи высокозатратных нозологий, включая в эту программу. Иначе никакой возможности обеспечить эти полномочия у регионов сегодня нет, и это надо признать. Получается, что в Российской Федерации сегодня право на жизнь зависит от места жительства пациентов. И если Москва, Петербург, Тюмень, опять же, худо-бедно таких больных обеспечивают, то выжить с таким же заболеванием в ином регионе дотационном нереально. Суды, прокуратура, многие месяцы хождения и защиты своих прав – это то, на что сегодня обречены больные с орфанными заболеваниями. Их количество будет расти. Лекарственное обеспечение больных, страдающих, это следующая группа, социально значимыми заболеваниями, гепатитами, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. К сожалению, у министерства сегодня нет реальных расчетов и реальной потребности, сколько требуется лекарств на то, чтобы обеспечить эти группы. Реестров не сформировано в должном объеме, мы не имеем соответствующей информации. Кроме того, есть, и это самая тоже проблемная группа, те заболевания, которые требуют дорогостоящего лечения, но не вошли ни в одну из групп, но и перечисленных. Это синдромы Шершевского-Тернера, Рассела-Сильвера, синдром Нунан, ахондроплазия, ВЗК и еще полтора десятка заболеваний. Постоянные расходы пациентов на поддержание своего здоровья расцениваются где-то в районе от 10 до 50 тысяч в месяц. Вы сами понимаете, не все пациенты способны сегодня потянуть. Точечное решение выделиведения государственной социальной помощи, либо в виде региональных программ, к сожалению, проблему не решает. Больные имеют заболевания, с которыми не способны в одиночку справиться. Государство стоит в стороне и ждет, когда наступит инвалидность. И только тогда такие пациенты приобретают право, потенциальное право. Это совершенно неверный подход, это грубое сегодня нарушение прав человека. Стоит считать, что такая модель себя изжила. И нам надо переходить к единой федеральной системе мер поддержки для всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в обеспечении лекарственными препаратами. Лучший вариант, исходя из мировых практик, это лекарственное страхование. Переход на новые принципы потребует политической воли, увеличение финансирования и нашего с вами участия уже в самое ближайшее время. И самое главное, в этом году нам остро необходимо найти 75 миллиардов на то, чтобы закрыть острейший дефицит, возникший в регионах по тем проблемам, которые уже существуют. Я надеюсь, что изучив обстановку, что называется изнутри, снизу вы все эти выводы переварите и примете адекватные решения при распределении дополнительных бюджетных средств. Спасибо.